Добрый день дорогие друзья! В Нью-Йорке час пятьдесят восемь, в Лондоне шесть пятьдесят восемь, в Москве двадцать часов пятьдесят восемь минут. Давайте посмотрим на последние события на криптовалютном рынке. Что мы видим на текущий момент? Как я отмечал вчера, что мы подошли к достаточно сильному уровню, вверху нисходящего канала, откуда очень большая вероятность взятия прибыли. И сегодня мы видим, что вчера после закрытия Америки мы пробовали уровень пять тысяч четыреста и сегодня вот тейк профит нас привел к пяти тысячам. Это чисто техническая коррекция и она не является по каким-то глобальным трендам, но в ней есть, конечно, немножко маленькая доля фундаментального. И давайте посмотрим на последние фокус-факторы, которые влияют на текущий рынок. Мы пока видим, что рост баллов был достаточно большой, до девятнадцати, пятого и четвертого апреля. И потом мы видим небольшое снижение, которое сейчас вызвало также тейк профит. Достигли мы пика и потом нету просто сильных новостей, поэтому сейчас мы ушли в тейк профит. И давайте посмотрим на текущую ситуацию, переключимся на криптовалюты, биткоин и посмотрим последний фокус-факторы. На текущий момент мы видим, что основа роста биткоина это, конечно, развитие технологии блокчейн. И последнее, что мы видели, это, конечно, крупные компании, такие как Facebook и другие, и разрабатывают инвестиции, делают совместные предприятия и желают развивать именно криптопроекты. Это очень позитивный сигнал. И вот этот рост, который мы видели с декабря месяца, он именно был на основании вот этого оптимизма. Но мы сейчас достигли достаточно быстро уровня восходящего канала. И вот давайте посмотрим глубину роста за этот год. Если мы возьмем 1 января, то мы видим, что биткоин сейчас рос со скоростью 214 годовых. То есть 38% с января месяца. Это очень большое движение, так как биткоин уже практически является финансовым активом, признанным всем миром. И это, конечно, неминуемо нужно зафиксировать прибыль. Конечно, падение прошлого года это серьезный лопнувший пузырь, но, в общем-то, быстрый рост это тоже серьезный сигнал. Поэтому, если мы посмотрим на более долгосрочный, более длинный график, точнее, то мы видим очень быстрый рост биткоина, который был с 2016 по 2018 год. И, конечно, пузырь лопнул. Но сейчас мы как раз, видите, подошли к этой отметке, где тенденция, которая началась с марта прошлого года, сейчас очень хороший момент взять прибыль. Давайте вернемся к нашим фокус-факторам. Потом посмотрим еще графики. И мы видим, что второй сильный фактор, который поддерживает сейчас биткоин, это, конечно, развитие бирж. И мы видим в СМИ, что биткоин-фьючерсы достигли рекордного уровня. И это способствует тому, что именно институционные инвесторы сделали вот этот рост, который был с начала года. Если мы посмотрим, вот видите, быстрые движения, это как раз совпадали с ростом объемов на бирже СМИ, где являются единственные подтвержденные объемы. Интересная вещь новая возникла, продажа коинтов через биржи. Это новая позитивная тенденция, о которой мы говорили вчера еще. Но сегодня мы можем также сказать, что это достаточно фундаментальная вещь. Из негативных моментов... А, кстати, еще вот интересная новость была сегодня. То, что Facebook, а также другие капиталисты венчурные желают инвестировать в криптофонды. И это может быть хорошим сигналом в будущем. Мы можем увидеть продолжение движения. После коррекции, которая сейчас может быть, конечно, мы можем увидеть снова новую волну. Если поговорить о каких-то движениях, то мы можем этот уже тренд удалить. Так как он уже сделан, то мы можем посмотреть, какие цели сейчас стоят для тейк-профита технически. И где могут фонды входить. На текущий момент мы видим, что мы находимся между 60-50 уровнями коррекции Fibonacci. И следующая цель 4500, где можно, в общем-то, покупать. Это текущая цель, от которой можно покупать. Но, возможно, фонды начнут покупку из 5000. Это достаточно зажато, если фонд будет благоприятный, как сейчас. Что мы видим негативного? Первое всего – это регулирование. Мы видим, что финтехи и другие стартапы сейчас все больше и больше регулируются. И это приводит, конечно, к некоторым проблемам также и для криптовалютного рынка. И хоть новые размещения на бирже происходят. Мы видели, BitTorrent разместился за 15 минут и собрал около 15 миллионов. Это достаточно новое явление. Но вот такое есть. И поэтому регулирование может зажать этот рынок фондрайзинга. И также привести к падению рынка до 4500. Также негативный фактор – это, конечно, криптовалютные расследования. Которые выводят эти мошеннические схемы, которые были особенно популярны в прошлом году. Мы видим вот этот безумный рост. Давайте вот сейчас как раз посмотрим на график пятилетним. Что происходило тут? Мы видим, все самые мошеннические схемы были придуманы именно в 2017 году. Когда просто размещались все коммунилене. И можно было всего провести, просто написав на white paper, что это будет новая технология, которой никогда не было. И это глобальная вещь, которой никогда не было. И просто привлечь деньги. Любую практически сумму, которую вы напишите в пределах 20 миллионов, можно легко было снять с рынка. Сейчас такого нет. Мы пузырь этот лопнул. Мы снова остаемся на более стабильной уже атмосфере. Поэтому вот этот фактор наиболее сильный для того, чтобы лопнул этот пузырь. Потому что посмотрите на темпы роста. Давайте глянем для интереса. Возьмем, к примеру, начало 2017 года. Какой темп роста доходил до начала 2018 года? Видите, больше 1000 годовых. То есть, рост составил за год 2164%. Что просто неминуемо приводит к какому-то пузырю. Так не могут никакие инвестиции расти. Ну, вот такой, может быть, негативный момент последний. Но он есть. Сейчас, напомню, цель стоит взятие тейк-профита. Первая цель уже достигнута. 5000. Вторая 4500. Все будет зависеть от развития фона. Пока мы не ожидаем какого-то большого падения. Поэтому с 5000 уже есть смысл прикупать, если вы смотрите криптовалютные активы. Потому что, в общем-то, зеленая ситуация, она остается на рынке достаточно стабильно. Вот на текущий момент это все. Хороших инвестиций. Удачного дня. Ну, вот на текущий момент. 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 Продолжение следует...